Приветствую вас, давайте разберемся с тем, что вы написали, и выработаем схему того, как мы можем вам помочь. Значит, вы пишите, у меня, как мне кажется, проблема в отношении к мужчинам. Здесь, здесь сразу хочется отметить то, что вы излишне концентрируетесь на мужчине, вот. То есть, свои помыслы, какие-то вот определенные, да, может быть, свои потребности определенные, а вы устремляете к мужчине, вот. А это на самом деле, ну, не тот вариант, который поможет вам быть счастливой в отношениях и иметь хорошее отношение с мужчинами. Потому что, ну, нельзя, как бы, да? Нельзя, чтобы помыслы ваши крутились вокруг мужчины. То есть, у вас слишком много, судя по всему, завязано на нем, на мужчине, да? Это прямо сходу. Дальше. Мне 21 год, сейчас мои четвертые отношения. Знаете, какая история? Вам 21 год. Всего лишь 21 год. То есть, вы достаточно молоды. Я не буду говорить того, что вы, ну, банально, что у вас вся жизнь впереди, да? Но вы молоды. И это значит, вот то, что вы молоды, да? Это значит, это означает, что вы вполне себе можете чего-то в жизни добиться. Вы можете кем-то в жизни стать. Вопрос в том заключается, становитесь ли вы кем-то в жизни. На мой взгляд, нет. В процессе, я надеюсь, смогу пояснить, почему. Во всех отношениях, пишите вы, я не была влюблена в своего парня. Заметьте, пожалуйста, Кристина, заметьте, пожалуйста, Кристина, что вы изначально, как бы, пишите, что у вас отношения с мужчиной не складываются, да? То есть, с одним. А здесь вы говорите, что у меня четвертые отношения, во всех отношениях не была влюблена в парня. Так с мужчиной или с мужчинами? Это очень важный момент. Дальше. Во всех отношениях я не была влюблена в своего парня. Ну, не сложно, в общем-то, здесь предугадать мой вопрос вам, который я задам, да? Да, этот вопрос касается того, а зачем тогда вы в отношениях вступали? Если, ну, если вы не были влюблены в своего мужчину, да? Вот. То есть, для чего? Какой целью вы вступали в отношениях тогда? Дальше. Мне нравилось то, что меня любят, ценят. Поначалу все было хорошо. Я и он вели себя с лучшей стороны. Я и он это кто? О ком конкретно идет речь? Потому что, опять же, непонятно. Вы говорите, что у вас четвертые отношения, но это были четыре мужчины. В каком конкретно речь? Дальше. Вы пишите, значит, мне нравилось, что меня любят и ценят. Поначалу все было хорошо. Смотрите. Какая штука. Вы пишите, что вам нравилось, что вас любят и ценят. То есть, вы подкрепляли, ну, как бы вот, или можно сказать, пытались подкрепить какие-то, видимо, свои представления о себе. Вот. То есть, вот это такой достаточно важный момент. Да? То есть, вам нравиться не человек, как бы, не на человека вы обращаете внимание, а хотите получить от него, от человека, для себя какое-то подтверждение, представление о себе. То есть, вам нужно, чтобы вас ценили и любили. Вы хотите любви. Если вы хотите любви, значит, вы себя, получается, не любите. Как это раскрывается? Это раскрывается так, что есть вещи, которые вы в себе сами не цените. Есть вещи, которые вы в себе сами не принимаете. Понимаете? Есть вещи, которые вы в себе отрицаете. Вот. К примеру. Вот. То есть, вот такой примерно, такая примерно история. Вот. Понимаете? Дальше. Идём. Так. Эээээ... В начале всё было хорошо. Я и он вели себя с лучшей стороны. Но, опять же, что значит хорошо? Да? То есть, как это понимать? Хорошо. Это первое. Второе. Второе. А вы пишите, что я и он вели себе с лучшей стороны. значит, ну, в случае страны. Опять же, что это значит, в случае страны? Как это понять, в случае страны? То есть, вот, вы же понимаете, что это, в некоторой степени, это не что иное, как идеализация. Это идеализация. В некоторой степени, в известной степени, это идеализация. Вы как бы идеализируете человека, который рядом с вами, и вы идеализируете себя, к сожалению. Вот. Получается. То есть, показать вам себя, например, сразу, такой, к примеру, какая вы есть, судя по всему, не вариант. То есть, изначально вы пытаетесь быть лучше, чем вы есть, там, к примеру, ну, на самом деле. Тут, правда, другой вопрос. Для чего вы это делаете, да? То есть, ну, как бы, зачем? Вот. Зачем вам это нужно? А, ну, это уже деталы. Это уже деталы. Это уже деталы. Опять отсюда. Дальше. Дальше. Вы пишите, потом, малейшие с его стороны действия, которые мне не нравились. Например, он ревновал, или мало зарабатывал, или мало времени проводил со мной, меня тоже накрывало, я хотел расстаться. То есть, по сути, это означает, что вы от человека требуете определенного отношения к себе. Это означает, что вам от человека нужно что-то. Ну, вот просто. Вам от человека нужно определенное отношение для себя. Понимаете? В какой момент. Вы в отношениях, еще раз повторяю, вы в отношениях находитесь не для него, не для человека, а для себя. К сожалению. К сожалению. Вот, смотрите. Меня тоже накрывало, а что это? То есть, вот, накрывало. Это как? Что это было за чувство? Страх? Раздражение? Разочарование? Там, болезненность какая-то? Что это было? Вот. То есть, ну и что, что он ревновал у вас? Разве это не проявление того, что человеку на вас не привал? Ну и то, что он мало зарабатывал, в отношениях, что? Из-за денег? Ну и то, что он мало с вами проводил времени? Вам что, нечем, как бы, заняться? У вас нет своих дел? То есть, это, как бы, тоже очень важный момент. То есть, эти все аспекты, да? Ботребность во внимании. Ну, в какой-то, вот, стабильности. Да? Вот. Возможно, в безопасности. Все эти потребности вы переносите на молодого человека. Вот. Дальше. Я расставалась. Через неделю две сходились. Потом я окончательно расходилась. И через месяц уже новый парень. Ну, то есть, это достаточно такой маленький срок, получается, для, ну, для начала новых отношений. Это маленький срок. Вот. Поэтому, вы пишите, я хотел, так, у меня новый парень. А для чего, опять же? Зачем? То есть, вот, как вы относитесь к парню? Чего вы, например, для него хотите? Секс случался на первых парах. И зачем? Опять же. Первое отношение два с половиной года. Второе отношение два месяца. Третье отношение полгода. Четвертое отношение сейчас тоже двадцать с полгода. И снова хочу разойтись. Опять же. А для чего выступают отношения тогда? Причина тому, что я не люблю этого человека. Мне просто было с ним удобно. Вот именно. А просто удобно. А почему же удобство, вы, свое собственное удобство, вы переносите на другого? Вот, вот в чем момент. Вот. Дальше. Мне просто было с ним удобно. Мне не нравится, что у него нет чувств, как таковых ко мне. Он мало проводит времени со мной. Постоян ему недоволен. Незнакомый с друзьями родителями. Смотрите. Кирсина, Кирсина. Вы говорите, что вы недовольны тем, что у него нет чувств к вам, как таковых. Но ведь и у вас тоже к нему нет чувств. Так почему вы себе чувств не иметь в отношениях с человеком позволяете, а ему не позволяете? Вы пишите, мне не нравится. То есть, а поподробнее вот можно, что значит, мне не нравится? То есть, ну вот, это как понять, что, ну, что не нравится вам? То есть, что это значит? То есть, ну, не нравится, да, ну, а опять же, ответственность за это, кто не счет? Что вам не нравится? Разве, ну, разве, ну, разве мужчина? Ничего за это ответственность? Вот. Мне кажется, что это, ну, не совсем такой, ну, правильный момент. Ну, мне кажется, что если вам что-то не нравится, да, если вас, к примеру, значит, что-то не устраивает, то это в первую очередь ответственность ваша. Как бы, а не, там, допустим, молодого человека, понимаете, какая история. То есть, опять же, вот, типа, да, причина, причина того, почему вам не нравится, очень важна, на мой взгляд. Дальше. Так. Он мало проводит время сам, опять же, потребит свое внимание и чувствует, что вы незначимы, что вы не имеете значения для, ну, для человека. Постоянно, но недоволен, незнакомым с друзьями и родителями. Я думаю, что речь идет о чем-то таком более узком, более, более все-таки близком, более интимном, да? Вот. Вот. И все это вы. Посмотрите на это, все это вы. Вы себя не любите. Вы не чувствуете себя значимой, потому что вы не реализуетесь. Вы, уверен, постоянно с собой недовольны. Сейчас вы, у вас вот нет полного принятия в себе. И у вас проблемы с социальной интеграцией. Потому что челесмерное значение вы придаете мужчинам, людям и так далее. Вот. Далее вы пишете предыстория про мое детство. Значит, мой папа алкогольный зависимый почти с моего рождения. Это значит, что человек патологически нуждался в любви. Алкоголизм – это потребность в любви. Вот. Это первое. Второе. Значит, наличие, наличие папы, так, ну вот, наличие отца с зависимостью, да, с зависимостью, приводит к тому, что у вас отсутствует, в принципе, такое вот, такое вот, если можно так выразиться, да, рациональное зерно. То есть, что рациональное зерно у вас отсутствует, к сожалению. Вот. То есть, что это значит? Что значит, что рациональное зерно отсутствует? Рациональное зерно отсутствует, вот это по сути означает, что, ну, вы мыслите, вы мыслите в основном именно эмоциями, не разумом. И у вас есть отец, который жил эмоциями, ну, который в себе эти эмоции подавлял, да, вот. которому, как и любому, к сожалению, к моему большому сожалению, которому, как и любому человеку, у которого есть алкогольная зависимость, нравилось себя обвинять, ну то есть нравилось по сути страдать, вот, а он передал вам, он передал вам, это здорово, он передал вам этот момент, вы также склонны себя обвинять, вы также склонны к некой такой мазохистической позиции, что именно в страдании вы видите для себя какой-то вот плюс, сейчас вы стремитесь к этому, к этому, дальше, мама ушла от него, когда мне было два года, из-за того, что он пил и изменял ей, с одной стороны, с одной стороны, вроде бы ушла, вроде бы хорошо, что ушла, но с другой стороны, она же его как-то выбрала, да, да что, как бы точно, мама это более такая сложная фигура, фигура, всю жизнь она тянула все на себе, у нее было несколько ухажеров, обеспеченных, когда мне было 9, она их не любила и с колецами расшалась, так как влюбилась и забеременела у другого, смотрите, с одной стороны, ваша мама, она никому не доверяет, да, с другой стороны, она не использует людей, то есть она опять же, как бы, себя обесценивает, себя не любит, но умеет всем постоянно жертвовать с собой, вот, и вы из этого, да какой сделали вывод, с одной стороны, что полагаться нужно только на себя, а с другой стороны, что вы не хотите этого, вы не хотите так жить, вы не хотите с такой жизнью жить, да, наверное, и вот по этой причине, вы так себя с мужчинами и ведете, то есть мама, мамин сценарий какой, не доверяй мужчинам, значит, общайся с тем, с кем тебе выгодно, и по итогу, значит, все мужчины там, допустим, ну, бросят там все мужчины, там, не знаю, козлы, там, и так далее, и так далее, и так далее, и у вас такая же позиция, ну, откуда у мамы такая позиция возникла, вот, благодаря чему, не случайно, дальше, ааа, так, значит, она влюбилась, родила, забеременела от другого, ну, тут как бы тоже такая история, что влюбиться или беременеть, это как бы, ну, два разных момента, на мой взгляд, да, то есть я, конечно, не знаю, в каком временном промежутке это происходило, то, что вы влюбились, влюбились, о, не вы, а ваша мама, то есть, спросите, влюбилась и забеременела, но, но, мне думается, что, все-таки, это абсолютно разные вещи, и влюбленность, это хорошо, а беременность, это ответственность, вот, ваша мама имела проблемы с ответственностью, как и отец, что-то, вот, родилась моя тетричка, через год этот мужчина вновь ушел, он оказался с Альфонс, и мама снова отношу тебя на себе, она уже не верит, что будет с кем-то счастлива, потому что она сама по себе не счастлива, даже как вы, она не принимала себя, и вы не принимаете себя, так же, дальше, я боюсь повторить судьбы, так, я понимаю, смотрю на жизнь своей мамы, и как бы сама себя защищать от боли, не даю себе влюбиться и довериться, я боюсь повторить судьбы своей мамы, ну, и, по сути, ее уже повторять, вот, то есть, основная проблема ваших мам была в том, что она противилась боли, она противилась боли, потому что боли, это рост личностное развитие, и чтобы развиться, нужно гораздо-таки испытывать боли, а не бояться боли, человек, который избегает боли, он не растет, не развивается, не меняется, вот, это первое, это первое, поэтому тут, как бы, вы уже повторяете судьбы своей мамой, вот, эээ, дальше, эээ, вы пишите, не даю себе влюбиться и довериться, эээ, вы правы в том, что, эээ, вы не можете довериться, эээ, вот, но только для того, чтобы, для того, чтобы довериться, довериться, вот, чтобы, чтобы довериться, нужно, эээ, в первую-то очередь, эээ, доверять, эээ, себе, понимаете, какая штука, то есть, ээ, нельзя доверять кому-то, не доверяя, не доверяя себе при этом, знаете, какая штука. Дальше, а чтобы доверять себе, нужно, опять же, себя принять, эээ, как мне поистине убрать этот шаблон с головы, ну, только работа, например, в транзактном анализе, то есть, ну, эээ, через, через метод транзактного анализ, ну, там не только, как открыться навстречу любви, эээ, полюбить себя, чтобы вы не нуждались в любви, как выбирать подходящих для себя партнеров, вот, такого вопроса, такого вопроса, быть вообще не должно, знаете, нет подходящих партнеров, есть люди, с которыми вам хорошо, которые вам интересны, и которые к вам хочется, к примеру, ну, к примеру, там, не знаю, делать, делать счастливыми, допустим, вот, вот такие люди есть, как бы, вот, а не выбирать подходящих для себя партнеров, так, как вы выбираете, там, обувь, одежду и так далее, людей так не выбирают. Я не хочу тусовок, гулять и алкоголить. А зря в том смысле, что, может быть, эээ, алкоголем вы и правильнее что делаете, что не хотите, но вот тусовки и гуляния, это в вашем возрасте, это очень важная и нужная тема. Для чего? Чтобы вы реализовались как лично. Понимаете, из-за того, что вы не хотите, а вот, эээ, жизнь, он может быть социальной жизнью, да, социальной жизнью, эээ, из-за того, что вы не хотите быть с кем-то, а хотите быть с кем-то, у вас и не получается построить отношения, потому это, а с кем, с кем человеку устроит отношения, что вы можете ему дать? Кроме вот того, что, значит, хотите любить и быть любимым. А зачем вы хотите быть любимым? А почему вы хотите быть любимым? И чтобы что, как можно хотеть любить, если, эээ, каждому человеку, чувство, которое мы испытываем, оно уникальное. Вот, как можно, можно, хотеть любить? Значит, хотите вы любить для себя. Я, а значит, о человеке речь неидиор, а значит, вы говорите о себе, а значит, вы используете человека как средство. И именно поэтому отношения вас с ним и не складываются, и с ними, точнее, не складываются. По касается того, что вы хотите быть любимой, это, опять же, попытка компенсировать недостаток собственной любви к себе. Хочется чувствовать обору и поддержку в трудные минуты, но это, опять же, неуверенность в себе. Вот это все потребности ваши. Хочется заботиться, зачем делать приятно, зачем проводить в свободное время вместе, может, с друзьями общими. Знаете, какая история, опять же, нельзя хотеть заботиться, нельзя хотеть делать приятно, это невозможно, потому что, ну, потому что люди все разные. И для каждого человека хочется это делать по-своему. Вы, когда это прокручиваете, у вас в голове уже есть готовый образ того, как это будет делать, но это ваш образ. А человек, человек, он вносит свои коррективы, а вы к этим коррективам не готовы. Вы не готовы принять другого. Ну, в принципе, раньше человек, вот. Вы ищете некого такого идеального человека, а его нет. А не готовы принять, потому что не принимаются в себе. Дальше. Так. Хочется, чтобы мужчина был главным в семье, чтобы мог обеспечить финансово, разделять обязанности. Так, ну, здесь у вас противоречие мужчины главным в семье, чтобы обеспечить его финансы, вы разделяете обязанности. Это, как бы, противоречие. Вы определите, либо он главный, либо вы разделяете обязанности. Тут, вообще, как, как. Тут встает вопрос о вашей модели женского поведения, о вашей гендерной позиции. Половой. С точки зрения поведения позиции. Потому что, ну, тут противоречие очень явно. Вот. Я могу работать, работаю уже три года, из них полтора года живу отдельно, и вполне могу обеспечить себя сама. Себя сама. А дело не в том, что вы можете обеспечить себя сама. Дело в том, что вы, вы не реализуетесь. То есть, вы не развиваетесь, вы не растете личностно, вы не прогрессируете в своей профессии, вы просто работаете. Почему двадцать один год, вы работаете уже три года, вместо, но не учитесь. Вот. Ну, не учиться. Осваивать профессию. Становиться кем-то. Тогда результат будет. И тогда, соответственно, и проблема отношений решится сама собой. Во-первых, вы не будете тратить время на всю вот эту вот историю сомнительную, да. Обращать внимание вы будете только на сильные чувства. Не будете ничего додумывать. Как бы. Вот. Смотрите, вы будете знать себе цену. У вас будет хорошее, хорошее подспорье для собственного мнения о себе и так далее. То есть, все это будет у вас. Все это будет хорошо. Вот в этом и нужно работать. Дальше. Я хочу, чтобы это делал мой любимый мужчина. Вот именно. Вы хотите, чтобы для вас кто-то что-то делал. То есть, опять же, здесь проявляется ваша потребность, которую вы перекладываете на другого человека. А другой человек, если это и делает, он делает это так, как он может, как он хочет, как он умеет. А вы этого не принимаете. Потому что вам-то нужно по-другому. А человек не может сделать так, как вам нужно. Именно поэтому важно в первую очередь себя обеспечить и уже потом взаимодействовать с другими людьми. Вот. Помогите, пожалуйста, разобраться все мои проблемы, как ее решить. Все ваши проблемы, я сказал, решать ее нужно в процессе психотерапии. Это не та проблема, которая решается вот за один ответ. Вот. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Ну, какие будут рекомендации вам здесь. Смотрите. По рекомендациям это так. Значит, во-первых, отдалитесь от мужчин. Да, то есть вообще с мужчинами отношения строить себя не нужно. Выберите для себя ту сферу, где вы могли бы реализовываться. То есть именно реализовываться. То есть где бы у вас была какая-то перспектива, запас, ну, скажем, роста. Занимайтесь этой сферой. Дальше определите для себя, что конкретно вы себе не принимаете. Вот. Вот с этих моментов начните. Дальше уже психологом будете этот вопрос решать. Если у вас остались вопросы ко мне, по моему ответу, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Продолжение следует...